Вернемся в Россию. Друзья, помните, перед мобилизацией прошлого года вроде как говорили, что мобилизационный ресурс Российской Федерации 25 миллионов человек, и он более чем достаточен. Но сегодня во втором чтении уже принят закон о повышении предельного возраста нахождения в запасе для мужчин до 55 лет солдатам и до 60 лет офицерам. Ну что ж, получается, что 25 миллионов человек маловато, и нужно добавить еще. Я рад приветствовать в нашем эфире Сергея Кривенко, директор правозащитной группы, адвокат «Армия права». Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день. Сергей, ну как вы объясняете, зачем понадобилось вдруг принимать этот закон о повышении предельного возраста нахождения в запасе? Ну, это связано с увольнением военнослужащих, то есть те, которые были мобилизованы, и те, которые заключили контракт, и те, которые находятся сейчас на военной службе. У них одно из единственных фактически основания, кроме посадки в тюрьму или по здоровью, уволиться с военной службы – это достижение предельного возраста службы. Мы помним, что в том указе, которым Путин объявил мобилизацию, есть еще такой специальный был пункт, который запрещал все увольнения военнослужащих по всем основаниям в связи с окончанием контракта, в связи с какими-то другими основаниями, кроме вот этих трех. И один из них – достижение предельного возраста военнослужбы, и поэтому у рядовых он был до 50 лет, у младших офицеров до 60 лет, и поэтому сейчас это все повышается. Это для того, чтобы удержать большее количество военнослужащих, тех, которые уже есть, удержать их в рядах вооруженных сил, чтобы они не смогли уволиться. Еще одна новость, которая касается призыва. В РЖД бронируют сотрудников. Приходят сообщения сразу из нескольких российских регионов. Вот издание «Вот так» опубликовало титульную страницу документа произведения столичного филиала РЖД. На ней прописан график очереди предоставления работникам оригинала военного билета для бронирования граждан. Подобные ситуации есть и в других регионах, в Хантамансийске, в Хабаровском крае. О чем это свидетельствует? Продолжается мобилизация или готовится новая волна, или что? Нет, мобилизация не продолжается. Первая волна, то есть она не продолжается, но она не завершена. Указ о мобилизации от 21 сентября прошлого года действует, но практических мероприятий нет. Была первая волна в сентябре-октябре-ноябре прошлого года. После этого людей по мобилизации не призывали. И, насколько можно судить, власти России, руководство Министерства обороны сделали ставку на пополнение вооруженных сил от вербовки контрактной. Весь этот год продолжается активнейшая вербовка на контракт, расклеиваются эти рекламные везде, на агентство и так далее. То есть призывают на контракт. Мобилизации нет. Это разные пути. То есть гражданин добровольно идет в военкомат и подписывает контракт, или его принудительно призывают на военную службу по мобилизации. Пока этого нет. Но в любой момент, если вербовка на контракт будет неудачной, как это было в прошлом году, из-за чего и началась эта первая волна мобилизации, то власти начнут вторую волну, просто призовут какое-то количество, которое необходимо им во второй волне. Я бы к этим случаям, к той информации, которая сейчас пошла о начале вербовки, стал бы очень активно прислушиваться, потому что такая же информация просачивалась и год назад, в августе, что вот там прошли, в каком-то военкомате прошли игры по мобилизации, они отрабатывали действия, в каком-то военкомате стали бронь оформлять кому-то на работе и так далее. То есть это воспринималось как какие-то там, ну, может быть, готовятся к чему-то игры, но, конечно, никто не ожидал, что 21 сентября Путина в 9 мобилизацию. Но вот эти данные показывают, что, по всей видимости, эта вербовка на контракт, опять же, не удается, или, по крайней мере, власти не набирают того количества людей, которые они хотели бы, и, по всей видимости, начинают задумываться о второй волне. А насколько она вероятна, по вашим оценкам, прогнозам? Ну, очень трудно сказать. Мобилизация — это полное нарушение контракта, с которым Путин начал войну, контракт, ну, такого негласного, да, контракта между обществом. Не случайно эта война названа специальной военной операцией, и весь 22-й год, ну, до сентября, это было, что война идет там, где-то, это специальная операция, силы Министерства обороны, а вы, граждане, живите, наслаждайтесь жизнью и ни о чем не думайте, доверьте, все Путин, и мы вас трогать не будем. И вот мобилизация — это очень сильное было нарушение этой договоренности, которое было очень неоднозначно воспринято в обществе, несмотря на то, что она проведена, 300 тысяч человек, как нам говорят, неизвестно, правда, сколько, но точно независимых оценок так мало. Ну, по словам Минобороны, 300 тысяч было призвано, но очень неоднозначно. В Москве она была сорвана, в ряде регионах тоже, в Дагестане, например, или где-то еще, так что очень неоднозначно, и поэтому вот ту ставку, которую я говорю о 23-м году, они уже сделали вербовку на контракт, как раз свидетельствует, что они опасаются второй волны мобилизации. Ну и вот, ну, поджимает, наверное, все-таки количество погибших. Превышает, ну, количество погибших, раненых, превышает. Превышает, ожидаемо. Это ожидаемо, и трудно набрать чисто по вербовке, поэтому, ну, 50 на 50, как всегда. Тут трудно предсказывать какую-то вероятность. Контрдаступление украинское тоже никто еще не отменял. Сергей Кривенко, директор правозащитной группы адвоката «Армия права» был у нас в эфире. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео, и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальной сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами.